Овны, рада вас поприветствовать на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер. В текущем видео хочу вам предложить тероскоп на июнь 2018 года. Напоминаю, что тероскоп является общим. Однозначно для всех он проиграться не может, потому что многим из нас необходимо смотреть тероскоп не по знаку зодиака, а по знаку своего асцедента в натальной карте. Как его определить? Вы можете погуглить, делается это элементарно, выбиваете свои данные, а именно дату рождения, время рождения, и программа автоматически вам просчитает ваш асцедент. Итак, напоминаю, что в раскладе у нас будет с вами 6 позиций, а именно общая атмосфера месяца, какие события у вас наиболее вероятно отыграются в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни, и карты вам дадут совет, как наиболее продуктивно и благоприятно провести вам текущий месяц. Итак, давайте смотреть. Итак, общая атмосфера месяца. Здесь у вас падает восьмерка жезлов. Ну, на самом деле, карта активности, карта поездок, переездов, смены места жительства. В целом, если вы заняты каким-то образом в сфере работы, да, через интернет, это карта фриланса, какие-то новые интернет-проекты. Для многих это отыграется как в целом карта отпуска, поэтому с позиции того, как пройдет ваш месяц, месяц пройдет, знаете, очень таким активным и жизнерадостным. Тем более, помимо всего прочего, восьмерка жезлов – это карта активности, все события будут происходить максимально быстро. И если вы рассчитывали на какое-то быстрое развитие новых дел, то в июне месяце все произойдет именно таким образом. Что вас ожидает в сфере работы? Туз жезлов, карта новых начинаний, карта активности, новых проектов, творчества, самовыражения. То есть это вот тот задел, это тот энтузиазм, с которым вы будете браться за работу в июне месяце. Для многих это может быть в целом ситуация трудоустройства, если вы находитесь без работы. Если же все-таки вы работаете, вне зависимости от того, по найму, либо на себя, то это карта активности, которая принесет впоследствии свои дивиденды. Что вас ожидает в плане финансов? В плане финансов отличная карта, двойка кубков. Аркан указывает на то, что вы получите, во-первых, прирост, может быть, даже удвоите свой доход, это во-первых. Во-вторых, по двойке кубков возможно получение дохода из нескольких источников, как минимум из двух, например, заработная плата и получение денег от хобби, либо, не знаю, алименты, какая-то социальная помощь, либо процент от вложенных вами куда-то финансов и так далее. То есть с позиции денег здесь у вас все будет более чем благополучно. Рост доходов, укрепление ваших материальных позиций и вашего финансового благополучия. Для многих, особенно у кого свой бизнес, здесь, знаете, как удвоение прибыли из-за счета какого-то успешного договора и вашей деловой активности. Потому что вот эти вот карты, тоже за сочетание с двойкой кубков, это новое дело, новый проект, подписание новых договоров, которые будут для вас, ну, крайне благоприятными и рентабельными. Что вас ожидает в сфере здоровья? Здесь падает перевернутый аркан суд, сама по себе ситуация обострения каких-либо хронических заболеваний. То есть это не критично, я не вижу здесь каким-то образом ситуации, где вы можете находиться на больничном, нет. Но какие-то моменты могут вас побеспокоить. Вместе с тем, просто, скажем так, если вас что-то беспокоило до этого, сделайте на этом акцент и проведите какие-то профилактические предупреждающие меры. Ну, то есть, попринимайте эти лекарства, либо заранее, скажем так, запишитесь на консультацию к врачу, чтобы не доводить до каких-то критических моментов. И ситуация обострения. Что вас ожидает в плане личной жизни? Здесь у нас падает перевернутая королева жезлов. Что могу сказать однозначно? Если вы в паре, то это, простите, перевернутая королева мечей. Если вы в паре находитесь, то это ситуация какого-то холода, отчуждения, либо выяснение взаимоотношений, накал страстей. Еще Аркан четко говорит о ситуации, когда отношения ведутся по расчету. Не обязательно материальному, нет. Но это ситуация, когда отношения на текущий момент вам по той или иной причине просто удобные. С позиции, не знаю, сожительства, решения материальных проблем, либо ведения, скажем так, бытовых дел. То есть, партнер может вам помогать во многих аспектах. Если вы на текущий момент свободны, то в целом карта говорит о том, что вы устали от ситуации одиночества, потому что перевернутая королева мечей это попытка, скажем так, знаете, как кардинальным образом изменить что-то в своей личной жизни. Изменить свой устаканившийся вот этот вот период одиночества, да, то есть его сменить. Потому что перевернутая королева мечей говорит о том, что вы на текущий момент недовольным положением дел и вас это каким-то образом даже тяготит, вызывает в вас ситуацию самокопания, самоедства и, знаете, это какая-то агрессия, которая внутренне направлена против вас самой или самого. И совет от карт. Что же нам тут целью от карты? Перевернутый дьявол. Перевернутый дьявол – это ситуация избавления от зависимости. То есть, если вы давно хотели избавиться, не знаю, там, от лишних килограммов в ситуации в зависимости от табакокурения, алкоголизма, либо еще ряда каких-то, да, вот вещей, которые, ну, крайне тяготили вам жизнь, это может быть и надоевшая работа, либо и жившие себя отношения, либо общение с теми людьми, которые вас вызывают только деструктивные эмоции, то аркан говорит четко, что да, время пришло, время действовать и избавляться от ненужных отягощающих аспектов. Если с позиции работы и с позиции дохода рассматривать текущий аркан как совет, то ведите свой бизнес, свои дела прозрачно, потому что перевернутый дьявол – это белая бухгалтерия, здесь, скажем так, попытки избежать проблем с законом и законодательством, и в целом перевернутый дьявол – это аркан честной прибыли и чистой прибыли, чистого дохода. Поэтому, если у вас будут какие-то варианты по поводу сомнительных сделок, не ввязывайте с них, потому что в текущий момент вы можете потерять больше, чем вы рассчитываете получить. Вот таким у вас выходит месяц. По всем арканам для меня кажется как более чем благоприятен. Отписывайтесь, пожалуйста, в комментариях впоследствии, как он у вас проигрывается или не проигрывается. Я вам буду очень признательна за обратную связь. Ну а с вами была Ява Лехцер. Благодарю вас за внимание и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok